так вот смотрите соседи в общем вот это вот наша входная группа она как бы как сказать вот несущие стены в них просто проем до плиты не хватает это заполнено кирпичом выложено вот это все кирпич вот это кирпич все вот только плита вот здесь и вот здесь плита вот хотели мы новые сделать двери себя свем сначала прошел померил они все сделаем правда окна они отказали нам чтобы сделать вот какое-то окошко в двери это они отказали но потому что они подрядчики у к и они привыкли так работать не заморачиваться и втыкать двери хоть в любой косой проем они поставят вот а когда мы заказали других другую фирму они получаются пришли сюда но чтобы алюминиевые двери дорогие качественные красивые с остеклением выяснилось то что наши входные группы они вообще негодные то есть они не подходят вот хорошие двери сюда их не поставить потому что во первых проемы все разные на подъездах вот этот проем и вот тот проем у них разница около 30 сантиметров то есть вот эта дверь шире на 30 сантиметров почти чем во втором подъезде плюс по откосам там они разной ширины где-то их вообще нет там пластинами металлическими косынками арматурами наварено то есть в этих проемах закрепить хорошие дорогие двери алюминиевые невозможно но если только также косынки там наваривать общем колхозить и все такое и все равно это будет но во первых вот вся вот эта группа она уже соответствует нашим дверям хорошие дорогие двери здесь будут смотреться ну как тоже будет это все не совсем презентабельно в общем вот эту всю часть надо сносить это все надо убирать вот так взять выкинуть и выстроить новое новое выстроить во первых если мы выстроим новые входные группы мы решим вопрос крупногабаритным мусором потому что мы вот эту дверь уберем здесь это примерно я говорю сейчас то есть проекта еще мы не разрабатывали еще сильно не углублялись но уже примерно понятно что вся вот эта часть она должна быть закрыта полностью здесь двери хорошие вставлены 3 если здесь третья группа дверей появится то тогда получается что у нас если вентиляция будет вентилироваться да вот например окно там открыто чтобы в подъезде свежий воздух был курь вся выходила то здесь хлопать дверью не будет потому что три двери они это предотвращают дом высокий вот плюс у нас здесь будет большое помещение в этом помещении оно светлое мы сделаем окно там можно будет поставить какие-то санки там какой-то велосипед там ну может быть не на постоянно но можно это будет плюс здесь сделаем комнату с двойными дверями туда будем заносить икру то есть вот эта комната мусорная она увеличится она будет большая мы найдем порядок там дверь открыл занес коробки эти все поставил и все остальное то есть уже здесь помоек не будет и плюс это все будет конечно красиво выглядеть то есть закрыто ничего бежать не будет ничего не течь не будет все там светло будет от естественного света потому что остекление будет достаточно и хорошие двери можно будет поставить вот и место будет намного больше потому что здесь из кирпич кирпича то в советские времена не жалели то есть вот здесь получается в кирпич толщина там в подъезд заходишь там в два кирпича где-то еще стены все это если снести место будет намного больше плюс вот это плиты вот эти они наклонены в сторону дома нас все вода дождевая все захлестывает туда бежит все к дому в подвалы бежит вода вот это все это все можно решить только полной реконструкции крыльца полной реконструкции она должна у нас это дождливая сторона дожди у нас хлещет сюда вот и какой ремонт здесь не делаем будет разрушаться то есть надо здесь полностью делать все закрыто остекление там батареи где надо установить что все было тепло светло и сухо нормальную крышу сделать ливневки провести вот тогда это будет здесь сделать чтоб не было вообще ступенек чтобы заезжали мамочки и там внутри тоже чтобы с колясками все это в общем вот такая нужна полная реконструкция без этого смысл нет вообще что-то делать начинать ремонт там или еще что то сейчас все это соответствует само себе вот эти двери они соответствуют всей этой входной группе и все остальное если делать красиво значит надо полностью все переделывать надо создать проект взять какую-то подрядную организм подрядчика какого-то чтобы посчитали все сказали сумму вместе с ремонтом вместе с ремонтом с дверями со стенами с кровлей но полностью под ключ вот сколько это будет стоить и тогда уже принимать решение копить деньги и вкладывать и вот тогда у нас будет входная группа вся весь первый да все красиво будет это большое дело вот смотрите вот сейчас вот здесь вот сколько так давай вот дверь вот здесь вот смотрите вот видите здесь какой здесь выступ вот сантиметра 5 5 и здесь 5 сантиметров лишний на сейчас получается от всех на 100 135 135 вот сейчас пойдем давай еще вот здесь снаружи померяем так и вот здесь вот наверху так вот здесь вот ступенька то есть толщина самой стяжки вот этой здесь ступенька здесь всегда спотыкаюсь я вот захожу сколько здесь людей убилось я не знаю боюсь предположить такая ступенька это вообще на входе в подъезд но это просто не дай бог вот какой-то старики и все стоят а просто опасно не должно быть такого вот косынки вот здесь маленькая косыночка вот здесь вот здесь загнута вот вот здесь наверху еще как-то здесь более-менее кстати вот толщина вот этого кирпичного основания вот в общем вот это первый подъезд здесь вот кстати как-то еще однажды здесь получается у нас 40 сантиметров да ну тут конкретно тут короче индивидуальный подход получается колку разные проемы по-разному они сделаны здесь получается надо колхозе а разные двери дорогие заказываете это но это вообще не вариант все должно быть по стандарт стандартно все одинаково все красиво а мы смотрели там вот например так вот здесь мы смирили дверь вот ширину нет закрыть закрыть дверь и полностью закрывая все доводчики тоже как попало работают так ну получается 150 150 до ну примерно 150 все идем ко второму подъезду так вот второй подъезд вот здесь сразу замерить сколько там было 150 здесь 140 уже сто тридцать девять вот здесь сто тридцать девять и вот мы например вот думаем да вот как нам домофон нам домофон предлагают вот в эту часть двери вставить если мы алюминиевые двери берем то суда домофон не влезет потому что ну там рама рама и вот это цены чего по ширине недостаточно будет ну и там где-то по 7 сантиметров с каждой стороны убирается да плюс там получается мы что-то смотрели там и дверь получается в другую сторону тогда надо открывать если там хоть как-то что-то в общем тут мы вот с этим с мастером этой с этой фирмы то есть размышляли и так и сяк думали в общем тут колхоз получится такой что мама не горюй можно в стену монтировать в стену сделать домофоны тоже так делают но у нас здесь все бежит у нас здесь все бежит по этой стене и домофон этому бога здесь не прожить так сейчас скрою они здесь тоже черная смотрите если там было по 5 сантиметров вот это расстояние то здесь уже два два сантиметра здесь вообще его нету здесь вот вот сюда вывели выступ то есть чему-то он здесь оказался там нету его крепления вот исполнение то есть косынки арматуры и растяжки тут в общем то есть здесь ступенька меньше на ней смотри как уже вылетает видимо встречи на себя пошла дверь отрывается дверь вот в общем здесь вот так вот исполнена сейчас пойдем в третий подъезд получается всего 120 даже нету вот это все кирпич это все за штукатуре на кирпич куча штукатурки всякое вот здесь намазаны да и вот вот это все можно убрать здесь у нас во первых проем у нас будет площади полезной намного больше вот если мы стены вот так проведем здравствуйте все будет закрыто 30 до 32 сантиметра вот дверь вываливается хотя у нас в принципе доводчик с мы за доводчиком смотрим и вот мусорка вот вот щель здесь я не знаю сколько андрюха вот здесь щель вот у нас под дверь сантиметров 10 точно здесь 10-12 наверно 414 сантиметров но я тогда в управляющий сказал что 15 вот такая щель это улице они там не побоялись две батареи поставили но никто не говорит о том что там что-то размёрзнется или там что-то еще а вот сам подъезд где у нас теплый контур можно сказать закрыта вот туда нельзя вот чем руководствовать кто проект этот создавал которые вот и главное в мусорку заходишь в мусорку там тепло и сухо к нам заходишь в подъезд в это в тамбур у нас там или холод все разрушено и хуем и сыра ремонт в этом году да вот этот ремонт вот ремонту двух лет нету поэтому так вот так идем в третий подвес вот это все это все кирпич надо все это убирать выбрасывать и выстраивать нормальное крыльцо закрытая с хороших материалов вот щели тоже да и ничего батареи там стоят дак там в помойке у нас приятнее чем вот в тамбуре благодаря тому что там стоят батареи так а здесь какая длина нога рук не хватает до 56 но здесь больше еще чем в первом подъезде здесь здесь вот такое исполнение вот тоже разрушаются эти косынки все потому что они работают без них дверь вывалится вот эти косынки они работают без них никак потому что в этом мастере старом кирпиче на самом краю этих кирпичей дверь никак не удержать вот здесь все тоже вот совсем другие исполнения все это намазано в общем здесь нет стандарта абсолютно на колхожи на так что вот человек с фирмы пришел он посмотрел но он берет на суда ставить двери это не вариант то есть вам надо вот именно такие двери вот которые на косынках которые можно наварить приварить как попало сделать и лишь бы воткнуть и вот они стоят а хорошие двери нет эти проемы они негодны они негодны пошли туда 4 еще там наверно открыто как всегда с одной стороны хорошо да когда не работают я вот заявку сделал в понедельник надеюсь они тут поменяют да очень 150 но вот здесь как в первом вот тоже сырость а вот это идет все уже растрескалась да вот здесь тоже косынки намазано вот здесь вот вообще здесь я так понимаю это дыра сверху или что-то здесь железным листом вообще приварили заварили то есть закрепились да здесь вообще ступенек там что-то намазано это волнует здесь вообще июль нету здесь все под конус может вот так вот все вы сделали вот кирпича сколько сколько здесь заложили кирпича я не знаю зачем это ложились здесь вот так вот ты посмотри тут бункер просто гитлера ну-ка вот эту ширину от коробку вот эту толщину от этой стены тут он кстати пусто все 70 70 сантиметров с толщина вот так что вот так вот вот если мы снесем то есть будем делать реконструкцию вот этого всего вот этого всего не будет здесь это все будет пространство рабочие здесь можно то есть это здесь увеличится площадь вся и вот настолько увеличится вы заходите вот здесь будет все светло и все это будет закрыта и мы еще мы еще побольше сделаем увеличим чтобы примут комфортно было там находиться чтобы что-то оставить мы везде будут как бы пандусики самые эксклюзивные 6 сантиметров да здесь аккурат сюда так что вот так вот я это делаю но вот видео для того чтобы понимали что не так все просто то есть сюда двери хорошие мы вот именно по этой причине отказались ставить нельзя сюда ставить хорошие двери вот в этих проем потому что они просто негодные для этого надо все переделывать полностью если делать красиво так что вот так вот соседи так что так уж соседи не так все просто поменять двери тут надо менять хату в общем надо тут более кардинальное вмешательство требуется реконструкция наших входных групп вот убирать вот это вот букву зю убирать вот этот плиту вот переделывать вход подвала его надо сюда выводить они сюда а вот это пространство надо делать частью входной группы теплой вот а вот это вот вот это вот часть делать под крупногабаритный мусор комната с широкой дверью с одной или с двумя все и складывать сюда вот сюда вот в это место например наложили и все потом заберут оттуда вот тогда у нас здесь будет вот такой вот что вот такая вот такой будет холл здесь будет много места вот но это надо все думаю делать не сейчас а когда в ты на такое только тсж потянет то есть у нас сейчас с управляющей компании 600 тысяч в год мы можем тратить при создании тсж где-то полтора миллиона вот полтора миллиона это как раз вот где-то но одна думаю может быть две вот таких входных группы за год можно сделать сейчас конечно мы будем я думаю копить два года на одну только входную группу поэтому сделаем тсж будет у нас вот такая вот такой сделаем вход подъезд то есть здесь окно вот здесь дверь и вот это все у у нас вход такой холл холодно сейчас у нас вот здесь двери идут вот а будут вот здесь это и внешне будет совсем другая архитектура намного будет все это красивее презентабельные двери тогда уже здесь и красивый можно вставить все это будет освещаться за счет дневного освещения здесь остекления здесь окно соответственно будет светло и по одн это даже выгодно то есть не будет свет гореть сутками с утра до вечера плюс решится проблема с крупногабаритным мусором как я говорил также здесь будет светло вот все это будет выглядеть намного презентабельнее фасад дома преобразится хоть заходить в такое приятнее ты зашел даже с коляской можешь туда поставить можешь велик поставить все что угодно и пошел дальше пока эту дверь пока до этой двери дошел открываешь это уже по-любому закрылась не будет удара хлопка не будет сквозняка вот плюс обязательно мы здесь поставим батареи здесь будет тепло цветочки поставим какие-то можем диван поставить или кресло да все что угодно то есть там уже есть с чем работать есть куда расти вот здесь видите вот вход в подвал вот зашел сантехник и суда нечего тут делать нечего тут им делать вот вы скажете а как вот там трубу пронести трубы носить будем сзади дома у нас есть вентиляционные окна с торца дома у нас где балкон и просверлил подрядчик отверстия им сказал чтоб они его не заделывали не замазывали бетоном вот они пообещали что оставят это отверстие денег стоит тоже алмазной коронкой нанимали человека а мы будем пользоваться потом надо трубы закинуть вытащить зачем мы будем по подъездам таскать это ни к чему но друзья это только тыс же только тыс же сейчас мы не потянем поэтому обойдемся мы скорее всего с вами вот сюда домофон поставим с видеокамерой дешевле но не дешевле дешевле скорее всего но они нам-то вообще не стоят денег просто там антивандальные такие они более менее красивые но служить они я думаю будут на вера и правда и также камера там стоит будем мы все это видеть и пока как-то так это крыльцо она негодно здесь плита плиты наклонены в сторону дома козырек вот это вот конструкция буква зю это она держит козе козырек над нашим подъездом козырек короче примерно вот настолько так вот где-то из него льется на эту плиту плита наклонена в сторону дома вот здесь у нас затекает в подвал бежит ручьем вода в подъезды затекает все это разрушается в общем это уже все она выработанная все все никуда не годится ничем никак не отвечает никаким стандартам поэтому нужна вот такая реконструкция не знаю сколько это будет стоить но я не думаю что здесь меньше миллиона это все будет стоить поэтому только тыс же потому что здесь только двери вот эти 150 тысяч на 130 там с тонировкой совсем окно сколько будет стоить здесь дверь здесь окно вот вам уже 300 тысяч плюс сами стены фундамент крыша я думаю и надо сразу чтобы ремонт здесь облагородить все не меньше миллиона то и полтора поэтому тыс же ука суда алюминиевые двери дорогие смысла ставить нет они во первых не встанут то что его не закрепить здесь как на наш в кирпиче в этом косынками этими всеми крепить тоже не вариант да и смотреться будет нелепо так все соответствует убогости а так будет это все в общем неправильно это все будет а а а